синева на срубе что делать стоит сказать что сама по себе синева не так страшно это прежде всего деревоокрашивающий грибок они дерево разрушающие но при создании благоприятных условий такие как повышенная влажность и тепло синева может перерасти в гниль а гниль уже древесину разрушает синева живет в коре растущих деревьев то есть она есть у каждого дерева от попадания внутрь дерево защищает слои луба и камбия которые находятся под корой как синева может пройти вглубь древесины если на дереве есть либо трещины либо допустим ходы от короеда поэтому самый важный этап при заготовке древесины после его окорки распиловки цилиндровки это обработка древесины антисептиком антисептик для производства он не такой как продается в магазинах он специально для свежей срубленной древесины для древесины влажностью более 50 процентов но антисептик при заготовке древесины легко смывается и для того чтобы он закрепился необходимо чтобы обработанная древесина полежала под навесами то есть это определенный технологический процесс который может похвастаться не любое производство поэтому так желательно допустим зимний лес потому что зимой грибок спит но при наступлении тепла все равно такую древесину нужно обрабатывать антисептиком что делать если к вам приехала синее бревно и даже если она еще не успела посинеть обрабатывайте антисептик для обработки должен быть для древесины влажностью от 25 до 50 процентов это должно быть указано в его характеристиках то есть это антисептик на время усадки сруба он не для производства и это не тот антисептик который наносится после шлифовки когда уже идет покраска сруба это специальный антисептик для так скажем полусыроид древесины от 25 до 50 процентов который предотвращает распространение синевы синего он не убирает но он предотвращает ее распространение туда же в рекомендации на время усадки сруба это ни в коем случае не закрывайте окна пленкой сруб должен проветриваться и чем лучше он проветривается тем менее вероятно будет появление гриба синева в свою очередь делится на поверхностную это когда окрашивание только началось это убирается шлифовкой и на глубокую когда синева уже ушла в заболон любую синеву нужно останавливать что делать не нужно не нужно отбеливать особенно с фасада эффективный отбеливатель всегда на хлоре он древесину разрушает он делает ее рыхлой она становится как губка ни один производитель краски не дают гарантию при нанесении его составов на отбеленный участок разрушенный скелет древесины не будет держать покрытие а это значит что древесина не будет защищена поэтому с фасада отбеливания строго запрещено если фасад синий и синева не убирается шлифовкой то ее можно затонировать хорошо тонируют синеву цвета типа каштан орех допустим оттенки синего оттенки серого есть цвета которые наоборот подчеркивают синеву она станет после покраски практически черный в этих местах это оттенки желтого цвет сосна калужница вот такого типа на вопрос что я хочу либо бесцветку на фасад либо какой-то светлый оттенок у меня синий сруб что делать бесцветку на фасад вообще нельзя потому что она не защищает от ультрафиолет от ультрафиолета защищает только пигмент который находится в краске а в бесцветке его нет а по поводу светлых тонов так сделать к сожалению не получится синева будет просвечивать я сейчас говорю именно о лисирующих материалах которые структуру дерева не скрывают они такие полупрозрачные потому что укрывные материалы на срубы моложе 80 лет я бы вообще не рекомендовала наносить то есть синеву с фасада можно затонировать но прежде чем ее тонировать ее нужно обязательно остановить для этого уже применяется другой антисептик когда вы отшлифовали сруб вы наносите другой антисептик с фунгицидным действием тот антисептик что вы наносили на время усадки он уже смылся потому что это как временное решение срок эксплуатации его около года поэтому после шлифовки вы наносите антисептик который идет под систему краски которую вы используете и мой вам совет наносите антисептик в котором есть биоциды на фасад дома понятно что это не экологично но с фасада это и не нужно нужно понимать что только биоциды в грунте защищают от грибка от синевы и от гнили а фасад это самые благоприятные условия для распространения синевы дожди и влажность пригрело солнышко это вот все способствует появлению гриба чтобы этого не было используйте грунт с биоцидами если у вас тем более дом допустим в зоне какой-то повышенной влажности или в лесу используйте грунт с биоцидами с фасада чтобы они не получить вот такой вот плачевный результат также бывает часто что синева появляется под краской когда допустим краску наносит прямо на сырое бревно это особенно у застройщиков быстро быстро построить и продать дом когда они ждут усадку дальше внутри все синее внутри конечно же это раздражает и портит всю эстетику внутри также совет синеву затонировать если она вам мешает но светлых интерьеров вы уже к сожалению также не получите внутри если дом отапливаемый то синева распространяться не должна поэтому внутри я всегда приветствую и советую грунты без биоцидов обязательно экологичны потому что этим вы будете дышать внутри также можно отбелить древесину до древесина станет рыхлая возможно отслоение краски но это не так критично как на фасаде с точки зрения защиты самой древесины но отбелить какой-то кусочек на стене не получится придется белить все бревно потом это бревно будет отличаться по цвету от других бревен придется белить всю стену потом одна стена будет отличаться от другой придется белить всю комнату и так далее потому что отделенные участки они будут после покраски смотреться как пятна иногда от них эффект от этих пятен и еще хуже чем бы эффект вот от того чтобы там было просто синие очень частая ошибка в отбеливании это что если синева уже глубокой то отбелить в один этап не получится это нужно делать несколько этапов отбеливатель очень сильно увлажняет древесину получается что вы отбелили какой-то кусок ему нужно дать высохнуть потом это дело замерить влагомер потом опять отбелить дать высохнуть замерить влагомером и так далее иногда на это уходит целые недели поэтому очень часто можно слышать что я белила ничего не получилось а еще хуже получается когда вы допустим отбелили у вас сырое бревно вы его не просушили и покрасили и вот под этой краской синева она вылезет еще больше и вы получите обратный эффект в общем процедура отбеливания она очень и очень непростая я уж не говорю о том что наверное деревянный дом строить не для того чтобы его потом обливать хлоркой и этим дышать для того чтобы избежать вот этого хлорного отбеливания и всех проблем связанных синевой очень хотелось бы чтобы у нас появилась эта культура заготовки древесины они так как сейчас что приезжает бревно вот она вроде по документам обработана клиента платил эти 300 рублей на куб а увидит он то что она обработана если антисептик бесцветным да никогда может быть они его и обработали но он смылся уже при первом дожде здесь очень хороший выход это цветной антисептик он на самом деле есть просто он мало распространен по цветному антисептику всегда видно первое обработано ли бревну второе он защищает от ультрафиолета потом ваше бревно не будет сереть и третье когда его сошлифовывают очень хорошо видно не прошлифованные какие-то участки итог отбеливание с фасада запрещено грунт для ее остановки и краска для ее тонирования внутри также лучше тонировать отбеливание очень не рекомендую не экологично хлопотно и очень высокий риск просто ухудшить ситуацию спасибо за внимание надеюсь информация была для вас полезна